наш эфир продолжает программа леона айнштейна голос здравого смысла здравствуйте ли он добрый день но прежде чем мы начнем обсуждать темы которые следует обсудить сейчас поступил звонок в редакцию один из ветеранов позвонил где я хотел позвонить в эфир поблагодарить у нас есть такой магазин allegra daily так вот они к 9 мая всегда формируют такие посылки ветеранам то есть какие-то продовольственные наборы и волонтеры помогают все это развести вот наш радиослушатель хотел позвонить я не знаю сможете он дозвониться или нет но я от его имени передаю слова благодарности владельцам и работникам магазина allegra daily действительно и в это непростое время это особенно трогательно то есть для людей которые сидят сейчас карантине эти посылки многое значит но во-первых в него само внимание многое значит во вторых давайте попробуем принять звонок сначала потом мы вернемся добрый день у меня такой вопрос я только что слышал у шифа могут быть неприятности легкие почему легкие я слышал как он выступая в сенате кричал что американский народ хочет знать правду я понял давай мешает сказать правду американскому народу как шиф вот как как народ хочет правду спасибо за ваш звонок давайте мы более чуть шире чем а шиф и поговорим о том что произошло в последнее время то о чем мы догадывали многие из нас догадывались но сейчас это нашло свое подтверждение документальные в решении министерства юстиции вот об этом ли он я имею ввиду ну прежде всего речь идет генералев линия ну во первых я хочу поздравить всех наших слушателей и ветеранов детей ветеранов большим очевидным 9 мая к сожалению войны продолжались и после этой войны и убивались люди умирали и похоже что они будут продолжаться в нашей жизни но я хочу чтобы все-таки постараться сделать так чтобы это была последняя что называется большая война потому что не знаю выдержали бы еще одну мировую войну теперь когда у игроков так называемых есть теперь оружие которое можно нажать на кнопку и уничтожить страну голландия скажем так что всем кто выжил детям и внукам поздравляю вас и главное желаю вам что ничего такого не повторилось теперь относительно значит того что происходит в данный момент в политике соединенных штатах америки своей точки зрения 7 число то есть вчера ознаменовалась тем что на 7 мая что значит наконец республиканская сторона страна президента президент называйте как угодно значит пошло в атаку пошли в атаку называйте опять любыми словами я думаю что вы понимаете что я имею ввиду а после достаточно долгого времени что некая документация находилась в фбр почему-то никому не показывалась почему-то и не могли найти чему я не верю честно говоря ни одной секунды а с моей точки зрения просто ждали правильного момента вот вытащена была на свет информация документальная подтверждающая что а вся история с генералом флином напоминаю что он был приглашен и уже начал работать как помощник президента по по безопасности это одна из самых главных и больших должностей в соединенных штатах америки и его подставили его разыграли его обманули работники фбр похоже что разрешение с прямого приказа руководства фбр возможно и дальше то есть и в минюст а скорее всего даже минюст а в белый дом тянутся ниточки и судя по некоторым данным потому что так называемые циклы временно исполняющие обязанности в те времена салий генерального прокурора сша после встречи 5 декабря с байденом обама их корни еще несколькими людьми записала там у себя где-то или послала сама себе значит email в котором она выразила очень большое удивление тому что президент обама так хорошо в курсе дела о том что трава что его люди прослушивали флина но не якобы прослушивали не флина а чит посла российского посла здесь но заодно значит как разговаривал с кем угодно и в том числе с ли нам и обама ничего не значащий этот разговор знал наизусть был в курсе всяких подробностей искать и участвовал в разговорах которые с ее точки зрения должны были происходить на уровне самых мелких членов фбр а из-за того что происходило вот эта прослушка из-за того что его пытались поймать из-за того что пытались что-то такое с ним делать как-то он очень неудобен был людям уходящего так сказать правительства уходящего белого дома то был совершен целый ряд незаконных актов или ну скажем так я не только знаю законы естественно может быть они были на самой границе такой серый что называется да то есть еще не черное запрещение но уже не белые разрешения когда его обманули и два человека из фбр пришли к нему говорить просто представить сказать привет привет а на самом деле они пришли его допрашивать о чем они ему не сказали иначе юрист белого дома при этом присутствовал естественно остановилась бред во вторых они с ним вели совершенно беседу такую трипотню в припотню какую-то там и тому подобное за одно вставляли какие-то вопросы на которые он отвечал на уровне вот этой трипотни а они задали вопросы задавали вопросы таким образом что флинн нужно ты о чем-то серьезном там разговаривал там с кем-то из русских тогда у них была запись полная его разговора не точно знали что он разговаривал представился что вот будет новая администрация что такую такую-то должность исполнять у вас какие-то проблемы звоните к нам у нас серьезных изменений в политике по я не предвидится и в отношении к россии так сказать мы будем с вами общаться беседовать есть нормальная беседа представления все это было она из было сделано он звонок сделал до того как официально трамп принял присягу то есть уже кабинет работал уже все должности были распределены но официально вот этот последний момент значит закрепление не было еще сделано и вот значит его начали раскручивать по называется это логан акт 1753 году он был придуман такой подзаконный акт а чтобы американцы которые едут за границу не делали вид что они представители правительства потому что нет уже и телеграфов и телефонов которые может искать медленно связаться выяснить того подобное люди какие-то бумаги делали делали вид что они представляют правительство и лгали по этому поводу был принят вот этот логан акт никто никогда никого по этому поводу не судил его же на основании того что правительство еще не приняло присягу травка щетки не поднял руку и официально ли стал президентом а якобы значит флинт сказал что он ни с кем не общался ничем с этого не обсуждал и обсуждал просто позвонил сказать что вот он существует и что-то сказать в дальнейшем пожалуйста со мной ведите переговоры если нужно будет что значит его поймали на этом вызвали потом в фбр и что-то такое ему начали его очень похоже что его юристы были в полном сговоре с фбр и давали абсолютно неправильные советы и несколько человек фбр писал дохладные записки что все нормально он нормально дескать я ничего не делал такого все делал как все остальные делают всегда ни в чем не лгал ничем не обманывал но тем не менее несмотря на все эти записки которые скрылись от суда значит ему было предъявлено обвинение кроме того было сказано что мало того что ты еще и сына твоего на 30 лет посадим значит нужно будет сфабрикуем что называется но это это нету этих документах это я уже добавляю от себя в документах есть что его пытались подставить причем как выяснилось из переписки не для того чтобы добраться до истины а для того чтобы ослабить про ослабить правительство трампа и для того чтобы значит заставить трампа выгнать флина с этой должности что в них и получилось значит человек потерял вот это юристы обобрали его до нитки вот он солдат он не юрист он не очень понимает что происходит еще нужно же был продать дом отдать все свои сбережения живет в съемной квартире по этому поводу еще должен был в тюрьму идти на три с половиной года да но не програды усказали если оболжешь трампа тогда так сказать бы тебя вообще отпустим сделать этого не стал естественно защищал сына защищал то сказать свою честь бундира подсказал что ну ребята раз раз я соврал то сказать извините это муж забыл может я чего делал и подписал что он действительно неправильно информировал фбр и еще виноват в этом за что его трамп как только узнал что неправильно кроме фбр тут же уволил потому что ну как-то так публично человек признается что действительно я угол в общем выясняется сейчас что все это абсолютное вранье абсолютная подстава что все это так называемый deep state и что эта операция явно совершенно либо велась с разрешения либо по приказу белого дома обамы очень похожи и что в сетской ниточки ведут туда и сейчас дурхам понедельник то есть пять дней тому назад значительно расширил духом отчет который по заданию бара занимается разборкой того что же делал мюллер а что такое делали все остальные чтобы чернить президента значительно расширил свой штат и судя по всему сейчас начинается от от стадии собирания документов собирания информации переходит в фазу уже не собирания камней а бросания этих камней в цели давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте здравствуйте меня зовут михаил столяр так слушаем вас слушаем пожалуйста говорите я участник великой отечественной войны выживший в холокосте сегодня я от магазина аллегра получил посылку очень хорошая посылка и меня взволновал этот случай их не забота и внимание которые они проявляют к участникам войны и выжившим в холокосте я хотел бы их просто поблагодарить спасибо большое будьте нам здоровы до 120 и я надеюсь что работники магазина и владельцы магазина слышат ваши добрые слова будьте здоровы спасибо что позвонили это вот как раз то о чем я говорил что я не ударил что человек дозвониться что все что вы сказали абсолютно правда мне интересно выразился по этому поводу раш лимба ну то есть мы об этом догадывались о том что происходит мы об этом говорили в то же время скажем такие деятели демократической партии как адам шиев который проводил фальшивое закрытое совещание возглавляя комитет по разведке палаты представителей и все кто выступал на этом совещании все кто давал показания так сказать отчитывался ни один даже из ник лэпер не бреннон не яйц все сказали что у них нет никаких доказательств того что трамп связан с россией с россией там во время избирательной кампании и тем не менее после этого шиф выходит на все телеканалы по несколько раз день выскакивает и врет я понимаю что конгрессменам позволено врать то что они произносят на на флор так называемый то есть выступая в конгрессе или в сенате они могут говорить все что угодно их за это к ответственности привлечь нельзя у них такая привилегия они могут врать в смотря в камеру обращаясь к нации могут любую чушь нести и им это все сходит с рук но этот выходил на публичное телевидение и говорил о том что у него есть неопровержимые доказательства и мало того после того как все это стало известно как записки эти стали достоянием гласности сейчас посмотрите на этих двух мерзавцев это грязное пятно на теле еврейской нации медлер и шиф один заявляет о том что это не оправдание для флина что он признался свою вину что это вот это не оправдание для для флина это обвинение для бара что барбаритизировал все вместо того чтобы покаяться посыпать голову пеплом и сказать народ извините простите я подонок я просто ненавижу трампа ненавижу республиканцев ненавижу американцев поэтому я вот выходил и на протяжении двух с половиной лет врал в глаза это один негодяй а второй негодяй недлер этот ушлепок заявил о том что необходимо провести расследование в отношении генерального инспектора который выдал на гора этот материал как вам это нравится генеральный инспектор горовиц которого назначил на пост президента бама вынужден был раскрыть карты и так сказать показать всю суть этого заговора и теперь недлер говорит о том что необходимо провести расследование генерального прокурора горовица то есть низости подлости этих людей нет никакого предела давайте примем звонки добрый день насколько я знаю генерала за полностью деснишь его наказание речь идет о другом кто его будут платить компенсацию я правильно понимаю это вопрос это другой вопрос это гражданский из должен быть это как бы после того как драпнули кейс как бы отказались от обвинений теперь у генерала флина есть возможность подать гражданский иск к деятелям фбр и к правительству соединенных штатов америки что меня на самом деле не радует но человек который пострадал ни за что безвинно пострадавший он безусловно заслуживает компенсации человек который служил 33 года в армии трехзвездный генерал и опустили его до такой степени ну а дело в том что пока что судья может быть сегодня я не успел уследить но вот должен звать сегодняшнего утра судья в этом деле еще пока ничего не подписал мы ждем его подпись и ждем его заключения с каким заключением это все закончится в зависимости от того что напишет судья и будет ясно а может ли фильм подавать иск может быть из-за того что дважды говорил что он виноват что он нарушал там будут какие-то другие заключения отсюда мы еще не знаем но если вот все будет точно так как мы сейчас видим это то он конечно обязательно подаст иск на государство да потому что это единственное место где есть деньги которые могут ему дать а кроме того я надеюсь личные иски на целый ряд людей которые в фбр не выполняли свои обязанности а действовали против закона то есть противозаконно нарушая закон в этих случаях у них есть определенная уголовная и финансовая ответственность давайте попробуем принять еще звонок добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день добрый добрый наш сережа что живут являетесь сконкин тридцать седьмой тридцать восьмой год там не только трех звездных генералов ставили так ли там и маршал после 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 сорок пятого года сколько генералов поехала на гулаг так что система походе похоже такая что что было при сталине они поняли что нельзя и все можно они могут брать прилюдно они могут делать что они хотят они безнаказанно вот они взяли и сделали из него в это саватико за отпущение спасибо что у меня тоже прошла некая ассоциация но это не система это я всегда говорил что левые в африке в россии в америке в англии во франции в италии где бы ты вы левые они все одним миром мазаны и они везде одинаковы и они ни перед чем не остановятся ради власти ради денег ради своих бредовых идей не перед чем для них уничтожить сотни тысяч миллионы людей ради своих идей ничего не стоит это страшно давайте попробуем принять следующий звонок добрый день добрый день вопрос к леону леон ваше информация по газете панорама егене левине была довольно жесток жестко дезавуирована в среду что вы можете сказать по этому поводу спасибо я не понял вопрос прошу прощения что что я могу сказать по поводу а что спросил собственно что-то вы по поводу левина где-то в газете панорама вопрос в том что кто-то из комментаторов как бы с вами не согласился что вы можете сказать пойду у каждого каждый я не согласен с комментатором тем более что комментариев я не слышала что конкретно сказать я тоже не знаю я думаю что это так добрый день пожалуйста в эфире слушаем вас мы вас к сожалению не слышим или вы отошли от телефона перезвоните если у вас будет такая возможность напомню телефон студии 847 4 00 5 2 0 0 но в общем меня захлестнула волна возмущения по поводу выступлений и шифа и недлера и коми который тоже по уши в этом дерьме рашлин бы по этому поводу сказал интересно это хуже грязных копов это хуже чем грязные политики это хуже чем просто обман это хуже чем просто переворот это хуже чем просто назвать это позором для нашей нации вот то что произошло то что произошло с флином то что произошло с С Пейджем, который, по сути дела, помог ЦРУшникам вывести над чистую воду российских шпионов, и в то же время ФБРовцы перевернули все с ног на голову, назначили его агентом Кремля, и с помощью этих инсинуаций добились в Файзекорд разрешения на слежку за избирательной кампанией Трампа. То есть вот 10 лет назад кто-то мог, даже 10, я не говорю уже 20 лет назад, кто-нибудь мог себе представить, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки будут использовать всю мощь своего аппарата, причем используя ложь, запугивание и так далее, фальсификации, для того, чтобы не допустить избрания президента Соединенных Штатов. Но мне бы это в голову не пришло. А, Сережа, мне это приходило в голову, может быть, не в этой форме, но приходило. Я по этому поводу много говорил 10-15 лет тому назад. Скажем, с того момента, как я услышал, когда Обама начал разговаривать, он был тогда еще сенатором и начал, так сказать, вырваться вперед в качестве претендента на президенты. И вот с этого момента я начал говорить о том, что люди мне в основном не верили, что оно всегда доходит до одного и того же, до ГУЛАГов и до того, чтобы я экономически могу это просто доказать. Мне не хочется сейчас этим заниматься, это 10-15 минут времени, надо, чтобы доказать это. Так вот, всегда, когда людям начинают обещать очень много, ради того, чтобы избрали их, дальше люди избирают. А, ты даешь там, да, потому что голосуют. Ведь у нас не те, кто дает что-то государству, а голосуют все. Причем все больше и больше людей, это те, которые больше получают от государства, чем ему отдают. Значит, их жизнь, их жизнеобеспечение, жизнь их семей зыждется на том, что государство им дает. И вот им сообщают, что если вы изберете вот эту партию А, то она будет давать, продолжать и давать еще больше. А если вы изберете партию Б, то у вас отнимут вот это, по крайней мере, часть или все того, что вы получаете. То есть, у вас будет средство к существу, они им говорят, правда, это неправда, сейчас неважно. А если будете голосовать в другую сторону, у вас отнимут средство к существованию. Люди, которые, соответственно, на этом живут, на этом углу подсажены, они голосуют за тех, кто им обещает. Вот, значит, обещают. Следующий приходит, надо же пообещать больше, чтобы тебя голосовали. Потом он начинает соревноваться между собой. А кто еще больше даст? А кто еще больше даст? И приходит ситуация к тому, что чужие деньги кончаются. То есть, ты пообещал очень много, тебя за это выбрали, а у тебя больше нет дойных коров. Потому что мы знаем, что чем выше развитие капитализма, чем более свободный рынок, тем больше он производит. Чем более он централизован и зажат, тем меньше он производит. Значит, начинают кончаться чужие деньги, и народ уже привыкший к тому, что ему дают. Говорит, где мое? Значит, либо ты должен уходить в отпуск, да, так сказать, и убегать из страны. Либо ты начинаешь заворачивать гайки. Как заворачиваешь гайки? Значит, ты начинаешь сначала отнимать уже то, что люди, так сказать, ну никак не должны бы были, да. Ты начинаешь военным путем, что называется, с помощью меча и орала, с пистолета там и запугиваний. Ты начинаешь отнимать, национализировать и прочее. А потом, когда национализируешь, оно начинает плохо работать, и у тебя там тоже нет достаточного того, чтобы тебе давать всем тем, кому ты обещал дать. Значит, они начинают бунтовать, тогда ты начинаешь их закручивать. Тогда ты начинаешь выдумывать внешнего врага, тогда ты начинаешь организовывать лагеря перевоспитания, куда ты посылаешь самых активных экстректов, где тебя сопротивляется, и тем, кто тебе не хотел давать то, что у него есть, для того, чтобы твоя ситуация улучшилась. Так уже было 38, 37 или 38 раз на белом свете, ни разу по-другому. Вот у нас сейчас попытка сделать 39 раз то же самое. Поэтому мне совершенно все совершенно ясно было. Обязательно придет кто-то, кто начнет использовать аппарат насилия. А у нас аппарат насилия это не солдаты, они стоят внешне, называется. Да, пока что им запрещено на улицах города появляться. Аппарат насилия это ФБР в основном, ну и еще несколько более мелких разведок. Вот ФБР и начали, сначала заполнили его своими людьми, а потом начали, неважно из какой партии, важно, чтобы они были свои, чтобы они были повязаны на чем-то, на Клинтонов, на того, на сего, на Обам, просто на демпартию. Просто совместный какой-то распил там происходил. У нас точно так же распиливают, как в России, только суммы в 10 раз больше, чем в России. Вот, в России там десятки миллионов, а у нас миллиарды. Значит, миллиарды, триллион уже распиливают. Так вот, совершенно было понятно, что в один прекрасный момент наполнится ФСБ, именно вот оно, ФБР, наполнится народом, который полностью будет исполнять любые приказания начальства, если, так сказать, начальство прикажет следить, убивать, подставлять, делать любые противозаконные акты, либо удержать власть в своих руках. И вот оно произошло, абсолютно стопроцентно, оно по-другому не могло произойти. Мы просто ошарашены, потому что это первый раз в Америке, но это не первый раз в мире, люди одинаковые, что, извиняюсь, в Замбии, что в Америке, просто у нас строй другой. А этот строй пытаются превратить в строй, как во всех других Чехословакиях, Аргентинах был когда-то и тому подобное. И каждый раз одним и тем же результатом. Гулаги, обнищание и, так сказать, приход хунты к власти. На самом деле, я, наверное, не очень точно выразился, потому что еще когда шла избирательная кампания Барака Обамы, и я говорил, ну, рисовал какие-то мрачные картины, собственно, предчувствие было такое. И люди, которые, в принципе, не придерживаются лево-радикальных взглядов, но говорили мне, что, ну, это же Америка, в Америке не может быть. И я точно помню, что я говорил, что в Америке может быть все, что угодно. Все, что угодно. И причем, если ты оглянешься в историю, то Америка знала резкие крены влево, в крайнее лево и вправо. Так что, на самом деле, как бы, ну, вот, не мог предвидеть этой конкретной ситуации. Ну, просто не знал, что вот возьмут. Вот, я предлагаю сейчас уйти на перерыв, а после перерыва, значит, давайте поговорим о том, как сегодняшняя ситуация с коронавирусом ведет нас прямиком, если не будут приняты меры, в социализм. Напомню, в эфире программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Итак, карантин, коронавирус, последствия. Значит, у меня есть предложение дать мне возможность 3-4-5 минут поговорить, а потом будем принимать звонки. Хорошо, потому что я сейчас что-то важное буду говорить. Согласен. Значит, давайте мы сейчас подумаем о том, в каком мы сейчас оказались все положении. И, пожалуйста, постарайтесь задавить, господа слушатели, желание в себе сказать, но у нас коронавирус, да? Вы давайте подождите, вот, но у нас коронавирус, я сам скажу и по этому поводу поговорю. Значит, на сегодняшний день мы не имеем права идти и зарабатывать деньги. То есть, мы не имеем права на содержание семьи, на еду, на бензин, на оплату аренды или воргаджи. Мы не имеем права зарабатывать деньги, господа. Мы в Америке живем. Нас лишили права заработка. Нам сказали, мы тебе пришлем вот такую-то сумму, что хочешь с ней и делай. Я очень благодарен, там, и тому подобное, да? Но этого не то, что не хватает, это даже близко не хватает на жизнь. Дальше. Ты не имеешь права протестовать. Тебя лишили, нас лишили права протестовать. То есть, ты можешь высадиться на окна и кричать. Но уже договориться с соседом, что мы выходим, все там 10, 20, 100 тысяч человек, идем куда-то и демонстрируем, и требуем, и так сказать, нас тут же разгонят, полиция приедет. Нас лишили права протеста. Мы не имеем права собираться для того, чтобы обсудить даже наш протест. То есть, если ты очень, так сказать, продвинут, пожалуйста, можешь там собрать 20-30-40 человек на интернете и о чем-то там пошушукаться. Но это и все. Мы не можем опять собраться и требовать чего-то. Мы не можем даже пойти к нашим выборным, так сказать, того, кому вы выбрали, вытрахнуть из них душу. Мы не имеем права оспаривать приказы бюрократов. То есть, какие-то бюрократы выдают какие-то приказы. Причем они каждый раз потом говорят, упс, мы ошиблись. Это было не так вообще, надо делать по-другому. Но, вот теперь новый приказ, вы не имеете права ослушаться. То есть, если мы его ослушаемся, то есть, и пойдем, шаг можно ослушаться, да? Ты выходишь на работу, тебя арестовывают. И мы уже знаем, в Техасе, в других местах подают в суд. Техасе уже посадили женщину в тюрьму за то, что она открыла свой салон. Сказала, я не могу больше сидеть дома, мне надо кормить детей. Судья, она повторила это, и открыла салон, потому что у меня ребенку кушать нечего. Он ей сказал, ага, тебе кушать нечего, значит, иди в тюрьму. Она говорит, у меня работники мои, они не доедают, потому что все, что у них дома есть, они уже все накупили на все эти деньги, все кредитки забиты. Они делать ничего не могут. Они не доедают детям, чтобы их дети ели, и они сами голодные спать ложатся. Он сказал, он не имеет никакого значения, это нарушило закон, иди в тюрьму. Значит, мы вообще-то когда-то были страной, в которой у нас была свобода собраний, свобода слова, свобода гражданского неповиновения. У нас Конституция записана, по-моему, если не ошибаюсь, если ее не отменили вдруг каким-нибудь указом губернатора или Нойса, или кого-то еще. Значит, у нас написано в Конституции, что мы имеем право на то счастье и стремиться и действовать для того, чтобы получить то счастье, которое мы каждый из нас лично себя хотим. Если только мы не нарушаем право другого человека стремиться к своему счастью. Вот каким образом мой выход в мой офис, сидение там и прием клиента нарушает счастье другого человека? Почему у меня отобрали это право? Почему у меня все? И мы сидим, и мы молчим. Господа, мы приучаем себя, мы приучаем наше правительство, мы приучаем чиновников к тому, что нам очень легко сказать, а теперь заткнитесь и сидите дома. И вот сейчас кто-то говорит, ну, коронавирус, коронавирус. Значит, а завтра будет не коронавирус, а завтра вам придумают чуму. А пусть ли завтра вам скажут, что летит огромного размера африканская муха. И вот она летает уже где-то, где-то, и она обязательно убьет, обязательно кого-нибудь, а от него, так сказать, еще убрут все остальные. И вы будете сидеть точно так же, потому что вы уже привыкли к этому. И вы не будете выходить на демонстрации, вы не будете никаких протестов делать, правильно? Значит, на этом кончается Америка, как мы ее знаем. Америка стоит на том, что у нас есть право делать то, что мы хотим, если мы этим не нарушаем право другого человека делать то, что он хочет. Не конкурируем, а воруем у него, забираем, либо каким-то образом делаем так, подбегаем к человеку и сажаем на него микроб. А если я иду к себе на работу и говорю, если ты не хочешь, сиди со себя дома. А если ты не хочешь, сделай все, что угодно. А я хочу, мне это надо, и я тебе не мешаю. Нельзя этого делать. Значит, я понимаю, что это опять, как я в 2008 году кричал всем, у нас обязательно начнется история с силовыми ведомствами. Обязательно. Потому что так не бывает по-другому. Мы не говорили, у нас интернет есть, у нас все по-другому. Особенно молодежь, что давно и смеялась. Такая умная, продвинутая молодежь после университетов и колледжей. Вот сейчас я говорю еще такую же точную вещь. Если мы им дадим, без того, чтобы мы сопротивлялись себя засунуть в дома и лишить от нас свободы, господа, нас лишат свободы. Потому что молчаливые и послушные члены стада значительно легче управлять нами, чем если у каждого есть свое мнение, делая то, что он хочет. Опять же, не мешая другому делать то, что тот хочет. Не совершая так называемых преступлений. Есть такие 10 заповедей. Почитайте их, выясните, что такое преступление. Не преступление. Они выдумали там что-то, какой-то свой закон. Это не преступление. Это фигня на постном масле. А вот то, что написано в 10 заповедях, и из этого исходящее, это преступление. И вот, значит, я заканчиваю то, что вы говорите. Я с удовольствием пообщаюсь с любым человеком по этому поводу, который позвонит с положительным, с согласием, с несогласием. С моей точки зрения, сейчас идет генеральная репетиция отнятия свободы у вас и у меня. На этом я кончу. Спасибо. Я должен с вами согласиться в полной степени, потому что у каждого из нас в этой Конституции предоставляет нам право, защищает наше право выбора. Выбора быть успешным, выбора быть неуспешным, выбора быть гениальным или выбора быть идиотом. Это право каждого человека. Оно предусмотрено Конституцией. Она гарантировала нам эти права. Я понимаю, что у некоторых людей есть личные основания для того, чтобы волноваться, переживать, страдать, бояться, там, скажем, у близких ослабленная иммунная система. Я понимаю, но никто же не лишает вас права предпринимать какие вам угодно меры предосторожности, не хотите на работу ходить, сидеть дома и так далее, делать все, что угодно. Не хотите ходить в магазин, не ходите. Но мы не можем так жить. Мы все равно ходим в магазин, мы ходим там, общаемся с доставщиками, которые присылают. То есть на самом деле в этом некая фикция. Но лишать людей возможности работать и обеспечивать себя, это, ну, это преступление против народа. Это буквально преступление против народа. Я понимаю политиков, которые это делают и с какой целью они это делают. Ведь все, что сейчас происходит на самом деле, не подразумевает, так сказать, здоровье народа по большому счету. Нет, не подразумевает укрепление медицинской системы, системы здравоохранения. Совсем наоборот. Ослабевает иммунная система. Закрываются госпитали, увольняется медперсонал, разрушается система здравоохранения. Сегодня только пришла статья, огромный госпиталь вынужден закрываться. И это не один госпиталь, это большие госпитали, которым перекрыли кислород, которым запретили заниматься тем, для чего они предназначены. И они вынуждены закрываться. Частные практики закрываются, потому что невозможно. Хорошо, если у человека там есть колоссальный запас средств, он может позволить себе оплачивать оверхед в то время, как у него офис закрыт. А если этого нет, человек должен закрыть и уйти из практики. То есть разрушается все, разрушается сельское хозяйство, уничтожается поголовье скота. Ограничения вводятся на мясные продукты. Один пакет, скоро, может, талоны введут. То есть вы обрисовали совершенно прямой путь к социализму, к тому, из которого убежали. Меня поражают люди, которые убежали, сверкая пятками от этого социализма. И вдруг... Сережа, дело в том, что они убегали от другого. Им нравилась идея распределения. Им просто не нравились продукты, которыми их обеспечивала советская власть. То есть на самом деле они убежали в место, в котором они думали им будут давать более качественные товары. В больших количествах, потому что им всегда хотелось получать заграничное. Вот приходить на работу, как они приходили в Советском Союзе. Ничего там не делать, 8 часов там бумажку взять, а потом получить зарплату, за которую можно было бы покупать не такое же говно, как делали люди в Советском Союзе, а нормальную западную продукцию. И еще в 10 раз больше. Вот за этим они уехали. А совсем не потому, что им хотело страдать, бороться, чего-то там добиваться и тому подобное. Некоторым повезло, и вот они, что называется, там врачи, там кто-то еще вытащили какую-то фишку. Люди, которые там бизнес организовали. О, пошло, пошло, поехало. А другим не повезло. И они тут же захотели Советский Союз, но с более блестящими товарами. Да, справедливое замечание. Тут комментарии в YouTube написали. Имеет право быть идиотом, ха-ха-ха. В том смысле, что идиотов-то вокруг вполне себе хватает, и они имеют на это право. А если не иметь на это право, это значит, что идиотов мы должны физически уничтожать. Я это имел в виду. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день. Добрый день. Я полностью согласен с Леоном. Вы даже не представляете, насколько ваши высказывания совпадают с моими мыслями. Но я хочу еще немножко дополнить, если можно. Есть такая, была такая Айн Рэнд, писательница, которая написала Атла Шрагд. И она полностью предсказала этот сценарий, то, что мы видим сегодня. Больше того, там было описано, как создается новый класс, так называют мучиц, она их называла мучиц. То есть людей, зависимых от государственной помощи. Люди, которые сами не полагаются на себя, люди, которые уже не могут работать, люди, которые полностью потеряны. Но они создают ту критическую массу, которая дальше будет голосовать только за государственный аппарат, за бюрократию, за все любые указы и приказы, которые будут озваны сверху вниз. Вы абсолютно правы. Роман, который вышел, Атлант расправил плечи, который вышел в 50-е годы, встряхнул Америку и кое-кого заставил задуматься. А, Айон Рент, она же Алиса Розенбаум, училась с моей бабушкой вместе в Тонтологическом училище в Санкт-Петербурге. Но в то время она встряхнула общество, это произведение встряхнуло общество, и общество несколько, так сказать, одумалось, очухалось, вняв тому, о чем она писала. Но, к сожалению, со временем и Орловские утопии становятся реальностью. Не только то, о чем писала. Ну, правильно, да. Даблспик, сколько угодно, прослушка, сколько угодно и т.д. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте. Ну, демократы, в общем-то, делают все то, что делал и Обама, то есть у них как бы со всех сторон выигрышный вариант, потому что чем хуже, тем лучше для них. То есть, чтобы мы были голодные, чтобы мы были злые, а в связи с тем, что они контролируют средства массовой информации, они скажут, вот, не справился президент Доналд Трамп и т.д. А дураков вот таких, которые считают, что они всегда исхитрятся и что демократы им в связи с тем, что они обещают, но они не понимают, что они попадут в ту же самую струю. Потому что они привыкли хитрить, подкупать и все остальное. Поэтому для них это как бы нормальное явление. То есть, вообще-то говоря, вот эта вот ситуация, она вот высветит. Мы уже упали, деградировали. Спасибо, Мария. Спасибо большое. Мысль ваша понятна. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я звоню из Массачусетса. И, прежде всего, я хочу Леону сказать большое спасибо. Я подписчик на все его видео в Ютьюбе. И я хочу возвратиться к вашему, Леон, комментарию, которую вы недавно сделали по поводу статьи в газете «Панорама». Называлась «Ах, какая леди», автор которой написал эту статью. И вы процитировали совершенно верно все то, что шло в самом начале этой статьи и которое было выделено жирным, так называемым, болт-текстом. Это действительно так. Но я потом слушал еще интервью с Алексеем Орловым, который каждый раз на эту тему спрашивал, а читали ли вы эту статью? И вот я прочитал. И я понял так, что произошел миссандерстендинг. Я так думаю, что этот болт-текст, в котором шли сплошные дифферамбы Мишеля Обамы, это того, автор цитировал Байдена. Я так понял. Вы, видимо, поняли иначе, что этот болт-текст принадлежит автору этой статьи. Поэтому произошел вот этот миссандерстендинг. И я, собственно, вот по этому поводу звоню, что вроде как... Сергей, можно я вас что-то спрошу? Потому что вот кто-то, может быть и вы, а кто-либо и кто-то, вы пытались по этому поводу позвонить, и мы просто не поняли, в чем вопрос. Вопрос у меня к вам такой. А вот вы позвонили. А зачем вы позвонили? Чтобы объяснить всем тем, кто звонит и задает вопрос на эту тему, чтобы объяснить, что можно понять это вот как цитирование автором Байдена, в частности. И что и вы правы, а в чем автор-то статьи не прав, что он не указал конкретно, что этот болт-текст, что это цитата Байдена. Вот этот звонок мой. А, я понял. Не уходите, пожалуйста, потому что у меня к вам еще будет вопрос. Значит, давайте я вам сейчас отвечу на это. Вполне возможно, что автор Левин, Евгений, он же хозяин этой самой газеты «Панорама», что он имел в виду пошутить и тому подобное. Значит, открываешь статьи, открываешь газету. Значит, всегда от редакции, статьи от редакции у них пишутся на внутренней странице обложки. И там обычно серьезные статьи или позиция редакции по какому-то поводу. Вот в этом месте, а не в фильетоне или там не в рассказах, не в политическом стебе и тому подобное написано. То есть, первое там. Второе. Вы видите очень красивую, и я сразу же могу сказать, с фотошопом очень хорошо поработанную фотографию Мишеля Обама, где она выглядит просто красавицей. Значит, чего не совсем так происходит в жизни. Если бы там была фотография Обама, вот здесь несколько известных фотографий. Поднимаются по лестнице две девушки, там худые, красивые, сзади видны. А рядом с ними идет Мишель Обама, такая разлапистая, с огромной попой, с плечами с ее и тому подобное. Это, так сказать, ее личное дело, что она есть и как она свою экспедицию содержит. Ну, я понимаю, тогда бы у нас вызвало эту улыбку, и ты понимал бы, что каком-то образом, так сказать, автор статьи шутит. Теперь, в начале, вы правы, совершенно, вызвали на таким болт, то, что вы называете, черным шрифтом. Но я обращал внимание в основном не на это. Я даже не знал. Вообще, надо было бы отмечать, что я из Байдена, да, кто-то такое говорю, да. Потому что, кто же его знает, я что-то помню наизусть, что он говорил Байден по-английски, для того, чтобы я знал, как его переводить на русский язык. Но самое важное в этой статье был предпоследний, значит, куплет, хотел сказать, абзац, в котором было написано следующее, что Обама, Мишель, должна пересмотреть свои взгляды на то, что она ранее не хотела идти на выборные должности, потому что, помогая Байдену, она таким образом борется с, там, несправедливостью за родную партию, а главное, с самым большим злом, которое на сегодняшний день есть в США, тире с Трампом. Ни в кавычках, ни шрифтом, ничем еще, нигде не написано, что это чьи-то слова, просто это практически заключительный параграф, после того, где-то бла-бла-бла-бла-бла и закончилось. Это заключительный параграф статьи. Она может, и просим мы ее согласиться, потому что надо бороться с самым большим злом, которое сегодня есть в Америке, с Трампом. Вот теперь, Сергей, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Это юмор был или как? Значит, как я понял, что весь текст, который вы вот сейчас процитировали И который написан обычным текстом, не был текстом, обычным Это принадлежит этому автору, так я понял Сейчас все, что вы сказали, я не помню, поэтому спорить не буду Я вам процитировал, у меня перед глазами газета на экране Ну, я этот текст, то, что вы сказали, я спаривать не буду Сергей, поверьте мне, я вам процитировал текст с экрана, прямо читая с газеты Как вы к этому относитесь, вы? Отрицательно То есть вы не считаете, что Трамп самое большое зло в Америке сегодня, да? Я считаю, что Трамп это лучший президент за всю историю Соединенных Штатов Тогда зачем вы сюда звоните? Я уже сказал, еще раз повторю Не, 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 вы уже знаете, что это... Сергей, один человек разговаривает, я вам даю разговаривать Один человек разговаривает Хорошо Вы уже знаете, что написано в предпоследнем, не в первом Вы уже знаете нормальным шрифтом, а не выделенным Вы уже знаете, что не было кавычек Вы уже знаете, что нигде не было написано, что так говорил Байден Там идет призыв к тому, что надо бороться с самым большим злом Которое есть сегодня Америка, Терес Трампу Друзья мои, я должен извиниться, но, к сожалению, время нас поджало Я очень подозреваю, что Сергея кто-то попросил позвонить, а сам он статью не читал Леон, огромное спасибо, как всегда, очень интересно и познавательно В точку, что называется И будьте нам здоровы, с наступающим праздником и до следующей встречи До свидания